Татьяна Акимова в эффективности прививки от коронавируса не сомневается. С начала пандемии вакцинировалась как спутником ВИД, так и спутником ЛАЙТ. Спустя полгода снова пришла на ревакцинацию. Процедура во время ревакцинации привычная. Заполнение анкеты, осмотр у врача, а при отсутствии противопоказаний – иммунизация. Жители Тольятти старшего поколения относятся к прививке ответственно. Я считаю, что наличие вот этой прививки по всем, как говорится, параметрам – это очень важная вещь. Это здоровье не только наше, но и детей и внуков. Слушать все эти подъездные разговоры возле на лавочках – это просто кощунственно, это ни от чего не спасает. Руководство чужим мнением, тем более. Надо это делать. За нами дети, за нами внуки. По данным областного Роспотребнадзора, среди людей старше 65 лет сохраняется высокий показатель заболеваемости. Это группа риска, и потому для них вакцинация – это необходимость. Основной профилактикой является против коронавирусной инфекции – это вакцинация. Кому нужно ревакцинироваться? Это те люди, которые переболели 6 месяцев и более назад, те, кто вакцинировались уже 6 и более месяцев назад, и те, кто сдал тест на антитела 6 и более месяцев назад. Ревакцинироваться они могут любой вакцины, которая зарегистрирована на территории Российской Федерации. Медики отмечают, что те, кто сделал прививку, болеют гораздо меньше и легче переносят все симптомы. Однократная вакцинация не дает эффекта на долгие годы. Вирусы способны мутировать, и прививки учитывают возможности новых штаммов. Поэтому проходить вакцинацию нужно регулярно. Светлана Кудрявцева, События.